Бальзак Бальзак В 1819 году, ко времени начала этой драмы, в Париже на улице Нефсен-Женевьев можно было видеть вывеску «Дом Воке», а ниже семейный пансион для лиц обоего пола и прочее. Дом Воке в четыре этажа с мансардой. Главным фасадом дом выходит в садик, втиснутый между забором и стеной соседнего дома, увитый плющом. Позади дома двор шириной футов в двадцать, где в добром согласии живут свиньи, кролики и куры. На нижнем этаже расположены столовая и гостиная. Здесь стоит тот особый запах, который следовало бы назвать запахом пансиона. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль. Он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, отдает столовой, лакейской, кучерской. Столовая, доверху обшитая деревом, когда-то была покрашена, но краска уже неразличима и служит только грунтом, на который наслоилась грязь. По стенам липкие буфеты с щербатыми и мутными графинами. Эта комната бывает в полном блеске около семи часов утра, когда там появляется сама хозяйка, госпожа Воке, раздобревшая, словно церковная крыса, с чересчур объемистой колыхающейся грудью. Впрочем, в утро, с которого начинается наш рассказ, в половине десятого госпожа Воке еще не поднималась с постели. В Париже стоял тот густой туман, который так все закутывает, заволакивает, что даже самые точные люди ошибаются во времени. Слуга Кристоф и кухарка Сильвия тоже с опозданием мирно попивали кофе со сливками, снятыми с молока, купленного для жильцов. М-да. Что там, не говори, Сильвия, а господин Ватрен человек хороший. Нынче ночью к нему опять приходили двое. Ежели хозяйка станет справляться, ей ничего не надо говорить. А он дал тебе что-нибудь? Сто су за один месяц. Оно вроде, значит, как помалковый. А на днях я повстречался на улице с одним господином, а он мне и говорит, не у вас ли проживает толстый господин, что красит свои баки? А я ему на это, нет, сударь, он их не красит. Такому весельчаку не до того. Я, значит, доложил об этом господину Ватрену, а он меня похвалил. Хорошо сказано, паренек, так всегда и отвечай. Чего неприятнее, если узнают о твоих слабостях. Да и ко мне на рынке подъезжали. Не видала ли, дескать, я его, когда он надевает рубашку? Прямо свет. Слышишь, Наваль де Грасс пробила уже без четверти десять, а никто не шевелится. Хватилось. Студент на лекциях, а папаша Грио вышел с каким-то свертком. И чем он только промышляет, этот старикашка? Даёт он пустяки, зато уж дамы, к которым он посылает меня иной раз. Это не теле, что он называет своими дочками. Их целая дюжина. Я ходил только к двум, но тем самым, что приходили сюда. Хозяйка идёт. Что это значит, Сильвия? Без четверти десять я сплю, как сурок, а вам и горе мало. Это всё туман, такой, что хоть ножом его режь. А завтрак? Ваше жильцо, видно, бес вселился. Они улепетнули, ни свет, ни пара. Выражайтесь правильно, Сильвия, говорят, ни свет, ни заря. А вот и господин Ботрен. Объехал я весь белый свет, и счастлив был необычайно. Доброе утро, мамаша Боке. Доброе утро, господин Ботрен. Разрешите заключить вас в объятья. Ну, ну, бросьте. Ну, скажите, скажите нахал. Говорите же. Вам же хочется сказать, а? Ну, так и быть, помогу вам накрывать на стол. Блондинок и брюнеток цвет умел везде срывать случайно. Сейчас я видел нечто странное. А что? Папаша Гурьо был в половине девятого на улице Дофины у ювелира, который скупает старое столовое серебро и голуны. Он продал ему за кругленькую сумму какой-то домашний предмет из золоченого серебра. Сплющен очень здорово для человека без сноровки. Вон он идет. Крестов, поднимитесь ко мне. Иду, иду, господин Гурьо. Чем же занимается папаша Гурьо? А тем, что разоряется. Этот болван настолько глуп, что тратится на девчонок. Я так и думала. Неужели это правда? Сейчас узнаем. Крестов возвращается. Крестов, ты куда? По поручению господина Гурьо. А что за конверт у тебя? Дай-ка. Графине Анастези Дрестов. Господин Ватрон, что вы делаете? Мне велено передать письмо в собственные руки графине. Ну, 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 не бойся, не бойся, я осторожно. Что это внутри? Посмотрим-ка на свет. Кажется, банковый билет. Нет, не то. Погашенный вексель. Вот так штука. Любезен же старый дуралей. Ну, иди, лавкач. Объехал я весь белый свет и счастлив был. Необычайно. Смотрите, смотрите, а вот и госпожа Кутюр с Викториной. Бедняжка Викторина. Она вчера была у отца, и он чуть не прогнал ее. Он не хочет признавать ее своею дочерью и все свое имущество хочет передать сыну. Доброе утро, дорогие мои. Откуда вы так рано? Мы молились с Викториной у святого Этьена Димон. Даже после вчерашнего визита к отцу бедная девочка все еще надеется. Просить Бога, чтобы он смягчил сердце вашего отца. Дело хорошее, но этого мало. Вам нужен друг, чтобы он выложил все на чистоту этой свинье, этому дикарю, у которого, говорят, три миллиона, он не дает вам приданого. О, женщины невинные, несчастные и гонимые. До чего же вы дошли? Но ничего. На днях я займусь вашим делом, и все пойдет на лад. О, господин Вотрен, если у вас окажется возможность повидать моего отца, передайте ему, что его любовь и честь моей матери мне дороже всех богатств мира. Если бы вам удалось смягчить его суровость, я стала бы молиться за вас Богу. Объехал я весь белый свет, и счастлив был необычайно. Столовая постепенно заполнялась. Спустились вниз отставной чиновник Пуаре, папаша Горио, старая дева Мишоно, носившая над слабыми глазами козырек из зеленой тофты на медной проволоке. Появился студент-медик Бьяншон, только столовавшийся у мадам Боке. Все обменивались приветствиями и всяким вздором, который в некоторых слоях парижского общества часто сходит за веселое остроумие. Так, после изобретения диорамы, привелась нелепая манера добавлять к словам окончание рама. Ох, какая сегодня студирама! Достославный господин Бьяншон, а почему вы говорите студирама? Это неправильно? Надо стужерам. Что вы, ведь говорится, студень. Замечательная подливка из чего-то рамы. Простите, господин Борре, подливка из капусты. Вливку, ага, вливку-пуаретта. Мамика, в окей вам два очка. Господин Горрео, господин Горрео, что вы нюхаете хлеб? Нехорош, что ли? Наоборот, сударыня, он испечен из этамской муки первого сорта. Откуда вы это знаете? По белизне, на вкус. На вкус носа. Ведь вы же нюхаете хлеб. Вы становитесь так бережливы, что в конце концов найдете способ питаться запахом из кухни. Тогда возьмите пациент на это изобретение. Наживете большие деньги. Он это делает, чтобы убедить нас, будто был вермишельщиком. А-а-а, вот и его превосходительство, маркиз де Растиньяк, студиозус, доктор Кривоведения. Вот и хорошо, господин Эжен. Сегодня вы позавтракаете со всеми вместе. Со мной случилось удивительное приключение, господа. Приключение? А чему вы девица, мадемуазель Викторина? Господин Эжен создан для приключений. Можно этот кусочек, матушка ВК? Прошу вас. Ну, расскажите же нам о вашем приключении. Вчера я был на балу у своей родственницы, виконтессы де Бусеан. В ее великолепном особняке, где комнаты обиты шелком. Да, я танцевал с одной из первых красавиц. Восхитительной графиней, самым прелестным созданием, какое я когда-либо встречал. Да что там, разве женщина, одухотворенная танцем, поддается описанию? Нет, все-таки правильно говорят, что нет ничего красивее фрегата под всеми парусами. Лошади на галопе и женщины, когда она танцует. Да, 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 да. Ну, а где же ваши приключения? Ну, вот. Сегодня около девяти часов утра я встретил эту божественную графиню. Она шла пешком по улице Догре. Боже мой, как забилось в мое сердце. Я вообразил. Вы вообразили, что она шла сюда. А всего вернее, она шла к дядюшке Гопсеку, растопщику. Если вы когда-нибудь копнете в сердце парижской женщины, то раньше вы найдете там растопщика, а потом уже любовника. Вашу графиню зовут Анастазида Ристоп. Господин Ватрен, какой бес назвал вам ее имя? Значит, Кристоф опоздал. Где же он? Где же он? Ристоп! Кристоф! Кристоф! Ну что? Кристоф! Что, видали, господа? Ясно, что он разорился на таких женщинах, как эта графиня. Как? Графиня Деррестоп принадлежит папаше Гурео? Гурео содержит графиню. Ай-яй-яй, мадемуазель Мишоно, какие мысли, какие мысли. Разве вы не заметили, как у этого старого скряги разгорелись глаза? Я-то заметил, но и вы, оказывается, не зря носите над глазами зеленый козырек. Нет, меня все равно никогда не уверят, что красавица графиня Деррестоп принадлежит папаше Гурео. А мы не стремимся вас уверить. Вы еще слишком молоды, чтобы знать Париж и парижанок. Когда мужья не в состоянии поддерживать их необузданную роскошь, жены торгуют собой. А если не умеют продаваться, распотрошат родную мать, лишь бы найти, чем блеснуть. Слово, готовы на все ради денег, старо, как мир. Вы возбуждаете во мне непреодолимое желание узнать правду. Завтра же надо пойти к графине Деррестоп. Да, завтра же надо пойти к графине Деррестоп. Господин Ватрен, я не совсем понимаю вашу иронию. Потом поймете. Господин Маркиз Дерастинья Коррама. Господин Ватрен, во-первых, я не Маркиз, а во-вторых, меня зовут Нерастинья Коррама. Да? Ну что ж, давайте объяснимся, черт мой вид. Мы будем все равно на вас делать. К вашему скуму. К вашему скуму. Давайте объяснимся, черт мой вид. Они пошли драться. Нет, не думаю. Но они идут подлипы. Бедный молодой человек, ведь он прав. Викторина, пойдем наверх, нас это не касается. Мамаша, в окей, не пугайтесь. Сейчас подлипами я попробую свои пистолеты. О, господин Ватрен, за что вы хотите убить Жена? Вот так история. Оправдать молодой человеку очень мило, а? Прелестное дитя. Да, вы навели меня на мысль. Я счастливлю вас обоих. Господин Жен. Господин Жен. Ну, где же пистолеты? Сядя вот на этой скамейке, чтобы нас не было видно из окна. Мне нужно подтолковать с вами. Докажется на попятный. Мой милый мальчик, я когда-нибудь докажу вам, что на 35 шагов саживаю в туза пик пять пуль подряд. Пуля в пулю. Но дуэль дурость, а вы юнец хороший. Я не хочу вам зла. Честное слово обманить. Тьфу, черт. Честное слово в Атрэда. Ну, сядем, сядем. Надо вам сказать, что для меня убить человека всё равно, что плюнуть. Но я убиваю только тогда, когда это совершенно необходимо. И стараюсь делать это чисто. Я, что называется, артист. Я не понимаю, к чему вы всё это говорите. Минуточку терпения. Скажите, вы не хотели бы получить миллион? Миллион? Ха. Вы уже смотрите приветливей на милого дядюшку Атрэда. Услыхав слово миллион, вы стали похожи на молоденькую девушку, которой сказали сегодня вечером. И она уже прихорашивается, облизываясь, как кот на молоко. Ну, и так, юноша, посмотрим в ваше наличие. Там, в провинции, у вас есть небольшое имение. Есть папа-мама, две сестры, двое братишек, старая тётя. И так ли? Вы осведомлены точно. Семья питается не столько белым хлебом, сколько похлёбкой из каштанов. Папаша бережёт свои штаны, а у мамаши от силы одно платье для зимы, одно для лета. Да. Да, я знаю всё. Я же бывал на юге. Вся надежда на старшего сына, то есть на нас. А что есть у нас? У нас есть честолюбие, есть родственники бусеаны, а ходим и пешком. Жаждем богатства, а нет ни одного су. Спим на дрянной койке, а желаем приобрести особняк. Но позвольте. Ваших стремлений я не порицаю. Напротив, иметь честолюбие, дружок мой, дано не каждому. Спросите женщин, каких мужчин они предпочитают? Честолюбцев? Настоящее честолюбие не признаёт других успехов, кроме полученных благодаря твоим собственным заслугам. Но на какие успехи вы рассчитываете? Может быть, вы собираетесь работать? Да. Да? 50 тысяч молодых людей, находящихся в вашем положении, стремятся разрешить задачу быстрого обогащения. А среди них вы только единица. 50 тысяч доходных мест не существует, и вам придётся пожирать друг друга, как паукам, посаженным в банку. В эту людскую массу надо врезаться пушечным ядром или проникать, как чума. Честностью нельзя достигнуть ничего. Продажность стала оружием посредственности, заполнившей всё. И остриё её оружия вы ощутите везде. Да, вы увидите, что жёны тратят больше 10 тысяч на наряды, в то время как их мужья получают 6 тысяч на всё про всё. Вы увидите, как чиновники с окладом в 1200 франков покупают земли. Вы увидите, как женщины продают себя за прогулки в карете сына Перо Франции. Значит, ваш Париж грязное болото. Да, и призабавное. Те, кто пачкается в нём, разъезжая в экипажах, это порядочные люди. А те, кто пачкается, разгуливая пешком, мошенники. Стащите на свою беду какую-нибудь безделку, и вы рискуете, что вас на плече выжгут буквы «СК» ссыльный каторжный, а украдите миллион, и во всех салонах будете ходячей добродетелью. Вот жизнь, как она есть. Мрачно вы смотрите на жизнь. Если я так смотрю на человеческое общество, то мне дано на это право. Я знаю это общество. Пачкай руки, только умей потом хорошенько смыть грязь. Вот вся мораль нашей эпохи. Поймите это, и лучше сегодня же порвите с условностями людской морали. Вы, юноша, на перекрёстке жизни, выбирайте. Впрочем, вы уже выбрали. Вы побывали у вашей кузины де Босеан, на вас пахнуло роскошью, вы танцевали с графиней де Рестол, на вас пахнуло парижанкой, и когда вы вернулись с бала, у вас на лбу было написано пробиться, пробиться во что бы то ни стало. Браво, сказал я, браво, такой молодчик по мне, такой как раз мне и нужен. Кажется, мы подходим к сути разговора. Да. Я хочу предложить вам такое дело, от которого едва ли кто откажется. Слушайте внимательно. У меня есть некий план. Я задумал пожить патриархальной жизнью в большом имени в Америке. Да-да, на юге Соединенных Штатов. Я хочу сделать соплантатором, иметь рабов, нажить несколько миллиончиков от продажи табака, валов и леса, и когда я разбогатею, меня не спросят, кто ты такой. Я буду, господин, четыре миллиона, гражданин Соединенных Штатов, но для этого, для начала мне нужно двести тысяч франков. Если я добуду вам миллион приданного, дадите вы мне двести тысяч? Ого. Двадцать процентов за комиссию, разве так много? Угу. Миллион приданного. Значит, в этом и есть ваше предложение. Погодите, погодите, не торопитесь, не торопитесь. Вы думаете, я советую вам жениться на деньгах? Нет. Жениться по расчету значит присмыкаться перед женой, лизать пятки у ее мамаши, совершать такие мерзости, что и свинье противно. Тьфу. Лучше воевать с мужчинами, чем бороться с собственной женой. Ну, тогда что же я должен делать? Приволокнуться за девушкой, когда она бедна, когда она в отчаянии, одинока и не подозревает, что ее ждет богатство. Черт подери, да это иметь в руках все козыри, знать в лотерее выигрышные номера. Сердце жалкой несчастной бедной девушки губка, готовая жадно впитать в себя любовь. Если такая девушка получит миллионы, она их высыпет к вашим ногам, словно это щебень. Бери, любимый, бери Адольф, Альфред, ну, или Эжель. Но где найти такую девушку? Она рядом с вами. Она ваша. А мадмуазель Викторина? Правильно! Будущая баронессочка Доростиньяк уже влюблена в вас. У нее ничего нет. Вот мы и дошли до дела. Еще два слова, и все станет ясно. Слушайте внимательно. Банкир Тайфер, отец Викторины, негодяй, подозреваемый в убийстве своего друга, все состояние хочет оставить единственному сыну бездельнику и повесь, обездолив Викторину. Если бы Господь соизволил отобрать сына у банкира, Тайфер взял бы дочь к себе. Несправедливость мне не по душе. У меня есть друг, полковник Лаурской армии, многим не обязаны, и достаточно одного слова дяденьки Вотрена, и он вызовет на ссору этого плута. Братца Викторины, который ни разу не послал своей бедной сестре хотя бы пять франков. И братец, в преисподней. Какой ужас! Спокойно, спокойно, не прикидывайся, ребенка. Тайна крупных состояний сокрыта в преступлении, но оно забыто, потому что чисто сделано. Когда-нибудь вы поступите хуже, гораздо хуже. Вы приволокнете за хорошенькой женщиной и будете брать с нее деньги. Вы уже думали об этом? Ну, господин Утран. Да, 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 думали, думали. Да и как вам выдвинуться, если не спекулировать своей любовью? Да, бродетель, милый мой студент, не делится на части. Или она есть, или ее нет. Замолчите, я не желаю больше слушать. Вы доведете меня до того, что я перестану верить самому себе. Сейчас я знаю только то, что подсказывают мне чувства. Как вам угодно. Больше не скажу ничего. Но о том, что я хочу сделать для вас, не забывайте. Даю вам две недели срока, да или нет, на ваше восподрение. И так? Да или нет? Что за железная логика у этого человека? Он разгадал мои внутренние побуждения, едва они успели зародиться. Да, все верят в добродетель. А кто же добродетелен? Если хочешь стать большим человеком или богачом, разве не значит это идти сознательно на то, чтобы лгать, сгибаться, ползать, снова выпрямляться, льстить и притворяться? Нет, нет, хочу трудиться благородно, свято. Хочу работать день и ночь, чтобы только трудом достичь богатства. Господин уже, к вам в портной. Он принес вам новое платье. Новое платье? Да. Наконец-то я смогу в приличном виде навестить в контексту де Боссеан? Музыка. 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 помешали ей? Да, у нее был граф Максим Дотрай. Я невежда, и если вы откажете мне в помощи, восстановлю против себя всех. Я пришел к вам с просьбой разрешить мне загадку и объяснить, какого рода глупость я там сделал. Дорогая Антуанетта, какой счастливой мысли я обязана тем, что вижу вас. Просто я видела, как маркиз Дежуда Пинто входил к Рошфитту и подумала, что застану вас одну, если бы я знала, что вы заняты. Это мой родственник, господина Жен-де-Растиньяк. Месье? Мадам? Клара, вы знаете, конечно, что брачный контракт уже составлен, и завтра состоит соглашение маркиза Дежуда Пинто и мадемуазель Дорожфит. Что? Это сплетни, которыми тешит себя глупцы. Ну, зачем маркизу Дежуда давать Рашфиттам свое имя? Одно из лучших в Португалии. Да, но у Берты, как говорят, будет 200 тысяч ливров дохода. Меня крайне удивляет, что вы так мало знаете об этом. Дорогая Антуанетта, этот молодой человек только что подкинут свету и ничего не понимает из того, о чем мы говорим. Будьте к нему снисходительны и отложим наш разговор до завтра. Отложим наш разговор. Так, какую же глупость, милостивый государь, вы совершили у графини Доресто? Во-первых, я глупейшим образом вклинился между ней и господином Детрай. Впрочем, я несколько исправил положение, довольно хорошо поладив с мужем. Но как вдруг угораздило меня сказать, что я знаком с тем человеком, который в коридоре поцеловал графиню и на моих глазах вышел черным ходом из дому во двор. Вы о ком? Кто же это такой? Это один старик. Он живет над Валу и Дора в месяц в глуши предместия Сан-Марсот, там же, где и я. Но это поистине несчастный человек, посмешащий для всех. Мы его прозвали Папаша Горио. Ой, да вы действительно младенец. Ведь графиня Доресто дочь Горио. Невероятно. Она дочь вермишельщика, мещаночка, представленная ко двору в один день с дочерью придворного пирожника. Клара, вы помните, король еще рассмеялся и сказал какую-то остроту. Люди из одного теста, сказал. Люди из одного теста. Совершенно верно. И он ее отец. Ну да. У этого чудака две дочери, и он с ума сходит по ним. Хотя та и другая почти отказались от него. Вторая, это не та ли, что замужем за банкиром с немецкой фамилией, за каким-то бароном Нусингеном. Ее зовут Дельфина, и не правда ли? Она блондинка, у нее боковая ложа в опере. Удивляюсь, дорогая, как вы можете интересоваться подобными людьми. Так дочери отказались от своего отца? К тому же, говорят, отхорошиваться. Каждый он дал в приданые по 500 или 600 тысяч, чтобы создать их счастье, выдав хорошо замуж. А себе оставил 8-10 тысяч ливров годового дохода, рассчитывая, что у своих дочерей всегда найдет любовь и ласку. Вместо этого через два года зитья изгнали его из своего общества, как последнего негодяя. Дочери выжили лимон и выбросили его на улицу. Как гнусен свет. Свет – это болото. Постараемся держаться на высоком месте, чтобы не затянуло. До завтра, дорогая. До завтра, Антуанетта. До свидания, господин Доростиньяк. До свидания, герцогиня. Господин Доростиньяк, позвоните Жаку и дайте, пожалуйста, мне бумагу. Я напишу несколько слов. Прошу вас. Жак, идите к господину Дорошфиду. Если маркиз Дажуда Пинтот там, передайте ему эту записку. Если маркиза там не окажется, принесите письмо обратно. Слушаюсь. Письмо, конечно, не вернется. Он там. Почему мы так легко верим в плохое? Господин Доростиньяк. Да, кузина. Поступайте со светом так, как он того заслуживает. Исследуйте всю глубину испорченности женщин. Измерьте степень жалкого тщеславия мужчин. Наносите удары беспощадно и перед вами будут трепетать. Запомните, что в свете вы останетесь ничем, если у вас не будет женщины, которая примет в вас участие. И вам необходимо найти такую, чтобы в ней сочетались молодость, богатство, красота. Такую женщину, никем не занятую, в Париже найти трудно. Послушайте. Дельфина Донюсинген, вторая дочь Горио, умирает от огорчения. Ведь ее сестра Анастазия принята в свете, была представлена ко двору. Сестер теперь больше нет. Они отреклись друг от друга. Дельфина готова вылизать всю грязь от улицы Сен-Лазар до улицы Гренель, чтобы проникнуть ко мне в дом. Если Дельфину представите мне вы, то станете ее кумиром. Она будет на вас молиться. А где я могу с ней встретиться? Пусть папаша Горио познакомит вас с Дельфиной. Красавица Донюсинген будет служить вам вывеской. Сделайтесь ее избранником. Тогда все женщины начнут сходить по вас с ума. Ее соперницам, подругам, даже самым близким захочется отбить вас у нее. Вы будете иметь успех. А в Париже успех. Все. Залог власти. Как только женщины признают, что у вас есть талант и ум, мужчины этому поверят. Тогда все станет вам доступно. Вам всюду будет ход. А теперь ступайте. Оставьте меня одну. У нас, женщин, тоже бывают свои горести и битвы. Кузины, если вам нужен человек, готовый ради вас пойти на смерть... А вы могли бы кого-нибудь убить ради меня? Хоть двух. Ребенок. Да, вы ребенок. Вот вы, пожалуй, могли бы любить искренне. Идите. Желаю вам успеха. Благодарю вас, кузина. До свидания. Впрочем, впрочем, знаете что? Если вы так хотите увидеть госпожу Денессинген, можете меня проводить в оперу к итальянцам. В оперу? Да. Она там бывает. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господин Доростиньяк, я, кажется, не зря привезла вас сегодня в оперу. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дельфина Денессинген здесь. Где? От нас через три ложи. Ага. А по другую сторону ее сестра Анастазия с господином Дотрай. Дельфина прелестна. У нее белесые ресницы. Зато какой красивый и тонкий стан. И глаза. Замечательные глаза. Я положительно улюблен. Ну, как? Уже? Да. Если вы будете глядеть на нее, не сводя глаз, это будет явным неприличием. Навязываясь людям, вы ничего не добьетесь. Кузина, дорогая, вы уже оказали мне благое покровительство. Если вы намерены довести ваше доброе дело до конца, сделайте так, чтобы меня представили госпожа Денессинген. Охотно. Поздно вечером, вернувшись из оперы, растенияк постучал в дверь к папа Шигарио. Он впервые попал в эту комнату и был поражен при виде логова, в котором жил отец графини де Ресто и баронессы де Нусинген. Окна без занавесок, отсыревшие обои от стали в нескольких местах и покоробились, обнажив пожелтевшую штукатурку. Пол сырой и весь в пыли. Кресло со сломанным сиденьем и два стула. Камин, где не было даже следов золы. Старик лежал на дрянной кровати, покрытой тощим одеялом. Войдите. А, это вы, господин Эжен? Заходите, заходите же. Дорогой сосед, меня только что представили госпожи Дельфини. Дельфини? Да. И я провел с ней вечер в ее ложе. Ну как, хорошо ли она провела время? Кто вам понравился больше, она или госпожа де Ресто? Я отдаю предпочтение госпоже Дельфини за то, что она любит вас больше. Графиня де Ресто не велела принимать меня после того, как я сказал, что ее отец живет в пансионе вместе со мной. Дорогой мой, я знаю, вы добрый человек. Я крайне благодарен вам, что вы недавно так решительно оградили меня от насмешек за столом. Я стал вашим другом с того момента, как узнал, какой вы замечательный, бескорыстный отец. Я очень признателен вам. Но в отношении Анастазии вы ошибаетесь. Обе дочки меня очень любят. Как отец я счастлив. А вот два зятя, я не хотел, чтобы дорогие мне существа страдали из-за моих неладов с мужьями и предпочел навещать дочек потихоньку. Эта таинственность дает мне много радостей, которых не понять тем, кто может видеть своих дочерей в любое время. Но мне этого нельзя, вы понимаете? Ваши чувства меня глубоко трогают. Когда бывает хорошая погода, я хожу на Лисейские поля и жду дочек на том месте, где они должны проехать. А когда их кареты проезжают мимо, и они приветствуют меня улыбочкой, тогда мне кажется, что вся природа золотится, точно залетая лучами какого-то ясного-ясного солнца. Я остаюсь ждать. Они должны ехать обратно, и я вижу их еще раз. Но как же это так, господин Грио? Ваши дочери окружены такой роскошью, а вы живете в этой конуре. По чести говорят, для чего мне лучшее жилище? Мне трудно это вам объяснить. Я не умею связать, как следует, двух слов. Все здесь, в сердце, моя жизнь в дочерях. Если им хорошо, если несчастливо, нарядно ходят по коврам, то не все ли равно, из какого сукна мое платье, где я сплю. Им тепло, тогда и мне не холодно, им весело, тогда и мне не скучно. У меня нет иного горя, кроме их горести. Когда вы станете отцом, когда вы услышите лепит своих деток и подумаете, это часть меня самого, а то вам почудится, будто вы приросли к их телу, будто и вы движетесь, когда отъедут. Мне отовсюду слышатся их голоса. Да что я все себе? Скажите лучше, как Дельфина? Она счастлива, весела? Что она просила передать мне? Ничего. То есть она не знала, что я сегодня так поздно зайду к вам? А вообще она шлет вам горячий дочерний поцелуй. Да, дорогое дитя. Да-да, она очень меня любит. Это она сказала вам, что Анастасия не хочет вас принимать из-за меня? Да. Не верьте ей. Сестры ревнуют меня друг к другу. Скажите, господин де Марсе был в опере? Я узнал от горничной, что этот сударик, зловредный пес, что он изменил Дельфине. У меня чесались руки свернуть ему шею и любить такое сокровище. Такую женщину с соловьином голоском и стройной, как статуя. Так значит, вас не огорчит, если я скажу вам, что она, наверное, порвет с де Марсе? Этот хлыщ бросил ее. Но что касается меня, то я сегодня вечером влюбился по уши в мадам Дельфина. Вот как. Да. И я как будто ей понравился. Мы целый час проговорили о любви. Вы человек добрый. Вы не станете ее мучить. Если же вы измените, я не тратя слов, перережу вам горло. Женщину любит только раз. Боже мой, какие глупости, я говорю. господина Жен, а вы еще увидите ее? Да. Она пригласила меня к себе. Как же я буду любить вас, дорогой, если вы ей понравитесь. В субботу я буду у нее. В субботу я буду у нее. Доложите баронессе, растиньяк. Баронесса плохо себя чувствует и не принимает. Что такое? Баронесса ждет меня. Доложите Эжен де Растиньяк. Хорошо, сударь. Извольте подождать. Проклятый лакей. Как держится? Какое высокомерие? Выйдя я из собственной кареты, прием был бы другим. А дом роскошный. Мраморная мозаика, кипсовая лепка, колонны. Пожалуйте, сударь. Нет, нет, не в эту дверь. Пожалуйте сюда. Благодарю вас. Господин Растиньяк, я рада, что вы не забыли меня. Неужели вы хоть на миг могли допустить такую мысль? Ну, что с вами, баронесса? Я готов поручиться, что вы чем-то озабочены. Вы угадали. Побудьте со мной. Я не хочу быть в одиночестве. Мне нужно рассеяться. У меня очень мало прав на ваше доверие, но я полагаюсь на вашу искренность. Если я вас стесняю, скажите мне об этом откровенно. О, нет, нет. Мы победаем вдвоем. Потом отправимся слушать чудесную музыку. И я в вашем вкусе. Я бы хотел, чтобы вы были для меня всем. Для вас это было бы грустным приобретением. Здесь ничто не говорит вам о несчастье, а между тем я в отчаянии. Послушайте, баронесса, если у вас есть неприятности, вы должны поделиться ими со мной. Я хочу доказать вам, что я люблю вас ради вас самих. Хорошо. Я испытаю вас сейчас же. Вы очень меня любите? О, да. Чего бы я не потребовала от вас, вы не станете плохо думать обо мне? Нет. Готовы ли вы мне повиноваться? Слепо. Вы бывали когда-нибудь в игорном доме? Никогда. О, значит, вам повезет. Вот мой кошелек. Берите. В нем сто франков. Все, чем я располагаю. Рискните этими ста франками в рулетку. Или проиграйте все, или привезите мне шесть тысяч. Когда вернетесь, я расскажу вам, какое у меня горе. Черт меня побери, если я понимаю, что мне надо делать. Но я вам повинуюсь. Я еду. Готовы ли вы мне повинуюсь? Я еду. Я еду. Я еду. Я еду. Я еду. Я еду. Номер 20 франков. Чем 25 франков? Вторая половина 15 франков. Номер 14, 2. Корай 25 франков. Есть еще ставки, господа? Добавляю 30 франков на красный. Игра. Игра сделана, ставок больше нет. Выиграл 36. Красный счет вторая половина. На номере 100 франков. Прошу. Свет. 3500 франков. Позвольте. Черт. Позвольте подойти к столу. Пожалуйста, сударь. Сударь, вы не поможете бывшему раполеоновскому префекту, впавшему в крайнюю нужду. Охватно, сударь, если вы объясните мне, как здесь делают ставки. Я впервые в игорном доме. Ой, это очень просто. Если положить луидор на одно из 36 вот этих чисел и номер выйдет, вы получите 36 луидоров. На одно из этих чисел. Ставлю 100 франков на 21. Мне столько лет. Есть еще ставки, господа? Игра. Игра сделана, ставок больше нет. Выиграл 21. Молодой человек, вы выиграли. на номере 100 франков. Прошу. Смейте ваши деньги, молодой человек. У вас 3600. Два раза так не выигрывает. 3600. На что же ставить? Господа, делайте игру, господа. Мухарёс 150 на черный. А я красный. На черный. Нет. Нет. На что же ставить? Красный. Есть еще ставки, господа? Я ставлю все на красное. Что вы делаете, молодой человек? Не мешайте сударь. Красный выходил уже 8 раз. Вы проиграете. Выиграл 28. Красная. Красная. Выиграли. Вы опять выиграли. У вас 7200. 7000. Прошу. 7000, Дельфина. Вы свыжены. 7000. Господа, делайте игру, господа. 7000. Баронесса. Баронесса. Выиграй. Вот. Здесь 7000. Вы спасли меня. А, Дельфина. Друг мой, друг мой, я расскажу вам все. Вы будете мне другом, неправда. А, Дельфина. На ваш взгляд, я богата. Даже очень. У меня есть все или как будто бы все. Так знайте, что господин Денусинген не позволяет мне распорядиться ни одним су. Я слишком горда, чтобы выпрашивать. Я бы почитала себя последней тварью, если бы стала платить за его деньги той ценой, которую он хочет с меня взять. Брак. Самое ужасное разочарование в моей жизни. Я бы выбросилась из окна, если бы мы жили не на разных половинах. Но ведь у вас есть 700 тысяч приданого. Он забрал мое приданное себе и теперь оплачивает все мои счета и выдает небольшую сумму на личные расходы. Не желая унижаться, просить, я наделала долгов. И тогда, и тогда меня выручил один человек, который недостойно расстался со мной, но которому я не могу отказать в благородстве. вы спросите, как может женщина брать от мужчины деньги? Боже мой, боже мой, отдав друг другу все, можно ли смущаться из-за какой-то частицы целого? Деньги начинают играть роль лишь в той минуты, когда исчезает чувство. Вы не представляете себе, что я выстрадала сегодня, когда муж наотрез отказался дать мне 6 тысяч, а он столько же дает каждый месяц оперной плесуньи своей любовнице. Какой негодяй. Я хотела покончить с собой. Самые безрассудные мысли мелькали у меня. Пойти к отцу бессмысленно. Мы с Анастезией совсем ограбили его, он продал бы себя, если бы за него дали 6 тысяч франков. Я не помнила себя от горя. Вы спасли меня от смерти и позора. О, сегодня вечером у господина Домарсенни уже не будет права смотреть на меня, как на женщину, которой он заплатил. Помогите мне. Помогите мне, пожалуйста, составить письмо. Нет, нет. Писать не надо. Вложите ассигнации в конверт, напишите адрес и пошлите с вашей горничной. Да вы просто прелесть. Сегодня вы проводите меня в оперу, а в понедельник встретимся на балу у маршала. у маршала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Однажды солнечным днем отставной чиновник Пуаре и мадемуазель Мишано в уединенной аллее ботанического сада встретились с начальником сыскной полиции господином Гондюро. Господин Гондюро был одет в штатское. Итак, мадемуазель Мишано его превосходительство министр государственной полиции Его превосходительство министр государственной полиции Да-да, господин Пуаре его превосходительство вполне уверен что так называемый Вотрен проживающий в доме Воке никто иной, как беглый каторжник Да-да, беглый каторжник Жак Колен по прозвищу Обмани Смерть Обмани смерть. Значит, ему здорово везет, если он заслужил такую кличку. Если его превосходительство, министр полиции, уверен, что вот Рен – это обмани смерть, зачем ему нужна я? Жак Колен, он же вот Рен, по прозвищу обмани смерть, пользуется непререкаемым доверием трех каторжных тюрем, избравших его своим агентом и банкиром. Так, так. Он принимает от господ каторжников их капиталы и хранит для передачи или самим каторжникам, или их семьям. Для таких дел требуется человек особой пробы. Вы поняли, мадемуазель, этот каламбур? Господин Гондюро назвал его человеком особой пробы, потому что он с клеймом. Обмани смерть сосредоточил у себя значительные ценности, укрывая деньги не только некоторых своих товарищей, но и сообщество десяти тысяч. Десять тысяч воров объединены? Нет. Сообщество десяти тысяч – это организации воров высокой марки. Понимаете? Людей широкого размаха. Они не путаются в дела, где добыча составляет меньше десяти тысяч франков. А почему обмани смерть не сбежит со всеми этими деньгами? Куда бы он ни поехал, за ним следом отправят человека убить его, если он обкрадет каторгу. Впрочем, Жак Колен не способен на такую штуку. Он сам себя считал бы опозоренным. Все это не объясняет, отчего вы просто не арестуете его. Вот Рен – человек крупный, и дела ведет крупные. Здесь надо быть абсолютно уверенным. А вдруг выйдет ошибка? Министру не хочется, чтобы на него обрушились коммерческий мир Парижа и общественные мнения. Вот почему нужна проверка. Если я нужна в качестве хорошенькой женщины, меньше трех тысяч я не возьму. Ну, а что могу сделать я? Ну, проще простого. Я вас снабжу флакончиком с жидкостью, вызывающей прилив крови к голове. Похожий на удар, но совершенно безопасный. Это снадобие можно примешать к кофе или к вину. Лишь только оно окажет действие, вы, когда никого не будет рядом, ударьте молотчика по обнаженному плечу. Раз! И вы увидите, проступит клеймо буквы СК или нет. И если буквы появятся? Немедленно сообщите мне. Меня всегда можно найти в этом переулочке, в конце церковного двора. Да, мы арестуем, обмани смерть, а если он окажет сопротивление, то и убьем его. Не скрою, что мы надеемся именно на это. А если букв не окажется, я все же получу свои две тысячи? Нет, тогда пятьсот. Ну, лучше так. Если это обмани смерть, вы даете мне три тысячи. Если обыкновенный человек, то ничего. Ах, мадмазель мешано. Ну, хорошо, идет. Тише. Вон идут наши студенты. Господин Ростиньяк и господин Беншоу. Они смотрят на нас. Уйдем. Мы их спугнули. Они сбежали. Кто это был, кроме Пуаре с этой старой летучей мышью? И о каком обмане смерти они разговаривали? Ты слышал? Что? Что с тобой? О чем ты задумался? Меня изводят думные мысли, Бьяншон. Ты помнишь, у Руссо есть одно место. Он спрашивает, как бы поступил читатель, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним усилием воли убить в Китае какого-нибудь мандарина и благодаря этому сделаться богатым. Помню. И что же? Пустяки. Я приканчиваю уже 33-го мандарина. Не смейся, Бьяншон. Слушай, если бы тебе доказали, что такая вещь вполне возможна, и тебе остается только кивнуть головой, ты кивнул бы? А твой мандарин очень стар. Хотя стар он или молод, говоря честно. Нет, черт возьми. Ты, Бьяншон, хороший малый. Ну, а если ты так влюбился в женщину, что готов вывернуть наизнанку свою душу, и тебе нужны деньги, много денег на ее туалеты, выезды и всякие другие прихоти. Ну вот, сначала ты отнимаешь у меня рассудок, а потом требуешь, чтобы я рассуждал. Да, Бьяншон, я схожу с ума. Схожу с ума, вылечи меня. У меня на юге семья, вся надежда которой во мне. У меня две сестры, и я хочу, чтобы они были счастливы. Мне надо добыть в ближайшие годы им двести тысяч на приданное. А у меня нет денег даже, чтобы нанять экипаж. Когда я прихожу к иконтессе де Боссан, лакеи с презрением смотрят на мои запаленные ботинки. Да, Бьяншон, в жизни бывают такие обстоятельства, когда необходимо вести крупную игру. Для этого, дорогой мой, нужно быть Цезарем Александром Македонским, иначе угодишь на каторгу. Друзья расстались. Когда растиньяк подходил к пансиону в Оке, он увидел в садике викторину. Вы чем-то огорчены, господин Эжен? У кого нет огорчений? Если бы мы, молодые люди, могли быть уверены, что нас любят сильно, преданно, вознаграждая за те жертвы, которые мы всегда готовы принести, весьма возможно, у нас не бывало бы огорчений. Но, может быть, вы просто не знаете, что вас любят. Разве можно полагаться на верность девичьего сердца? Сегодня вам кажется, что вы уверены в вашем сердце. Но если бы завтра вы стали богатой и счастливой, если бы вам свалилось с неба огромное богатство, разве вы по-прежнему бы любили молодого человека, который вам понравился в дни вашей бедности? О, да! Мила моя фаншета душевной простотой. Господин Ватрен, как вы меня напугали! Подойти так незаметно! Не воспоследует ли обмен брачными обетами между кавалером Эженом Дерастиньяк и мадемуазель Викториной Тайфер? Викторина, дитя мое, поднимись наверх! Иду, иду, тетя! Я знал, что вы придете к этому. Отлично, мой орленок! Вам суждено управлять людьми, вы сильный, крепкий, вы молодец! Я уважаю вас, вот вам моя рука! Господин Ватрен, вы меня превратно поняли. Я не давал согласия на ваш план. Ничего, ничего. Я, как всегда, иду навстречу. Да, дело сделано. Наши Денти, сынок Тайфера и мой друг полковник повздорили. Все имело весьма приличный вид, ссора на почве убеждений. А встреча завтра в Клиньянкурском редуте. В половину девятого утра, когда мадемуазель Тайфер будет спокойно макать греночки в кофе, к ней перейдет по наследству любовь отца и богатство. Ужасно! На вас все еще остались какие-то пеленочки, испачканные добродетелю. У папаши Тайфера три миллиона, дорогой друг. Его состояние мне хорошо известно. И благодаря Фридану вы станете белее подвенечного платья, даже в своих собственных глазах. Но это же настоящее убийство! Ну что вы! Обычная дуэль. Молодой Тайфер отлично владеет шпагой. Правда, ему пустит кровь ударом моего изобретения. Только приподнять шпагу и колоть в лоб. Господин Эжель, вы не подниметесь ко мне наверх. Идите, идите, счастливчик. Судя по тому, как сияет папаша Гурьо, он приготовил вам какой-то сюрприз. Сынок, вам грустно? Идемте ко мне наверх. Идемте. Сейчас я вас развеселю. Вот так. Здесь нам никто не помешает. Заходите, заходите. Вы вообразили, что дельфина не любит вас. Что все это с ее стороны только игра. Чудачок! Она хочет сделать вам сюрприз. Но я выдам наш секрет. Мы нашли чудесную квартирку, достали обстановку, и через три дня вы будете в ней жить по-княжески. Нет, 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 это невозможно. Ну как? Неужели вы откажетесь? Видите ли, сейчас в моих отношениях с дельфиной нет ничего преступного. Мы никого не обманываем. Она уже давно живет раздельно с мужем. Да и я сам потребую от барона уступить мне дельфину, раз он не может дать ей счастье. Но принять то, о чем вы говорите, я слишком беден, чтобы... О, если бы вы знали, с каким удовольствием она обставляла квартирку. Или вы не верите в будущее, не решаете связать себя с дельфиной? Знайте, что я начинаю судебное дело о возврате дельфине ее денег. По договору с мужем она имеет право располагать своим имуществом. У моей дочери будет 36 тысяч годового дохода, проценты с ее приданого. Конечно, когда полюбишь сильно, навсегда допустимо помогать друг другу. И все же я не могу. Не-не-не, ни слова больше. Скажите, дорогой мой, вы ведь занимаете деньги под проценты? Так? Приходится. Отлично. Вот-вот вы и попались. Представьте, что такой расставщик я... Да, вот-вот, смотрите. В этом бумажнике все счета за квартирку и обстановку. И эти счета платил я. Вы? Боже мой, ну зачем же вы это сделали? Ну что, что такого? Разве вы не мои дети? Когда я увидел, что дельфина покупает вещи точно для невесты, а дело о возврате состояния продлится не меньше полугода, я понял. Бедная девочка запутается. Я взял, да и продал мою бессрочную ренту. А на оплату счетов, представьте, пошло совсем немного. Тысяч пять франков. Я даю их вам взаймы. Я не женщина, и от меня вы не откажетесь принять. Вы удивительный человек. Ну, я уж не такой бескорыстный. Я и для себя старался. Если я попрошу вас кое о чем, вы не откажете мне. А что вы хотите? Над вашей новой квартирой на шестом этаже есть комната с ходом от вас. Так в ней поселюсь я. Хорошо? Я старею и живу слишком далеко от моих дочек. Я не стесню вас. Я просто буду жить там. Каждый вечер вы будете рассказывать мне про дочку. А может быть, и она сама зайдет ко мне. Я буду слышать ее голос. Увижу ее. Дельфина часто говорит о вас. За последние месяцы она опять стала такой, как была в девушках. Веселой, франтихой. Душа ее исцеляется. И этим счастьем она обязана вам. А она сегодня мне сказала, папа, я очень счастлива. Когда они мне говорят, чей ночец на меня веет холодом. Когда они меня зовут папой, они мне представляются маленькими девочками. Так вы возьмете меня к себе? Конечно. Конечно, дорогой папаша Горио. Вы же хорошо знаете, что я люблю вас. Я это вижу. Вы-то мной не гнушаетесь. Позвольте мне обнять вас. Охотно. Она вас ждет сегодня вечером. Вы поедете? О, да. Только мне надо пойти по одному неотложному делу. Обязательно? Обязательно. Пока мы разговаривали, я все время думал об этом. Мне необходимо пойти. Это мой долг. А не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? Полезен? Правда. Да-да-да. Окажите мне услугу. Пока я буду у Дельфины, сходите к господину Тайферу, отцу Викторины, и попросите его назначить время сегодня вечером, чтобы я мог переговорить с ним об одном крайне важном деле. Молодой человек, так это верно? Вы действительно волочите за Викториной гром небесный? Боже мой, клянусь вам на всем свете, я люблю только одну женщину, хоть до сих пор я и сам этого не сознавал. Какое счастье. Но дело в том, что сын Тайфера завтра дерется на дуэли, и, как я слышал, его убьют. А вам какое дело? Нужно сказать отцу, чтобы он не пускал сына. О, Ричард мой король, тебя все покидают. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Господа, суп подал, все уже за столом. Идемте обедать, дорогой сынок. Объехал я весь белый свет, и счастливый утр. Ла-ля-ля-ля-ля-м-ля-м-ля-м-ля-м-ля-м. Что это на вас нашло, господин Ватрет? Уж очень вы развеселились. О, я всегда весел после хорошей сделки. Сделки? Да. Садитесь поближе ко мне, господин Ажель. Папаша Гурьево, прошу вас. Благодарю. Господа, я поставил партию товара, и потому имею все права на получение комиссионных. Хороших комиссионных. Мадемуазель Мишонова, что это вы хихикаете? И все посматриваете на меня сверлящим глядом. Вам что-нибудь не нравится в моем лице? Скажите прямо. Чтобы сделать вам приятное, я переменюсь. И как, господин Пуаре, мы с вами не поссоримся из-за этого? С вами ссориться надо осторожно. Будь я художником, я пригласил бы вас позировать для Геркулеса. Идет. Если мадемуазель Мишонова, будет позировать в виде Венеры, кладбищенской. Она вам этого не простит. Смотрите, она позеленела больше, чем козырек у нее над глазами. Ничего, ничего. Милостивый государь, я предлагаю вам распить несколько бутылорамочек бордо. Эй, Христоф. На 16 тащи 8 бутылок. Коли вы так расщедрились, ставлю сотню каштанов. Прекрасная мысль, господин Бьянфон. Браво, браво. Эй, госпожа Кутюр и мадемуазель Викторина, я думаю, тоже не откажутся. Конечно, господин Ватерен. Мамаша, в окей? Ставьте-ка две бутылочки шампанска. О, еще что? Уж не отдать ли весь мой дом? Две бутылки 20 франков. Так совсем разоришься, нет? Если господин Эжен за них заплатит, я уж от себя выставлю черносмородиной. Согласен? Плачу за шампанское. Шампанское, шампанское, шампанское. Это шанс. Спасибо. Плачу за шанс. Шампанское, шампанское, шампанское. Ну и базар. Да, базар, базар, правильно. Точить ножи, ножницы, точить ножи, ножницы. Чинить, фаяц, фаяц, чинить. Сладкие трубочки, трубочки. Старый плет, не старый плет, не старый голубок. А вот вишни сладкие. Колосилки выколачивают жженый плащ. Дорогая женщина, что это с вами? Вы никак захмелели? У вас и глаза смыкаются. Вы даже не можете произнести слова. Смотрите, господа, кто же творится и с папашей Горьо? Так-то, молодчик, вы еще недостаточно хитрый, чтобы бороться с дядюшкой Ватрайном. А он вас слишком любит и не позволит наделать глупости. Я все слышал. Вы собирались предупредить папеньку Тайфер, нет? Печь накалилась, тесто замешано и хлеб на лопате. Завтра мы будем уплетать за обе щеки. Эжен слышал его слова, но не в силах был отвечать. Язык его прилип к гортанию. Ему владело непреодолимое желание уснуть. И стол, и лица сотрапезников виделись ему в каком-то светящемся тумане. Мало-помалу шум затих, на хлебнике начали расходиться один с другим. Когда остались только госпожа Кутюр, мадемуазель Викторина, Эжен и папаша Горьо, Ватрен комично покачал головы Эжена и папаша Горьо. Вот они и готовы. Боюсь, как бы он не заболел. Это делает честь вашей доброте, мадемуазель Викторина. Останьтесь ухаживать за ним. Забудьте сном, любимец мой, хранить я буду твой покой. Он стонет. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, ничего страшного. Мадемуазель Викторина, он обожает вас, и вы станете его женушкой, предсказывая вам. Мадемуазель Викторина, дайте мне вашу ручку. Я с мыслью хиромантия мне приходилось гадать не один раз. Ага, господин Ватрен. Ну, ну, не бойтесь, не бойтесь. О, что я вижу. Что, господин Ватрен? Честное слово, госпожа Кутюр, ваша племянница очень скоро будет одной из самых богатых наследниц Парижа. Да, отец возвращает ее к себе. И она выходит замуж за молодого человека, титулованного, красивого, который обожает вас, Викторина. И так, как говорится в романах, они жили счастливо и народили много деток. Ну, прощайте, детки, я ухожу и благословляю вас. О, солнце, солнце, божество, твоим раченьем зреют тыквы. Помогите, тетушка, господин Нежен сейчас упоет и разобьет. Милый юноша, он не привык к излишеству. Его опьянение служит ему к чести. Смотри, его голова сама клонится к тебе на плечо. Ах, тетушка, если бы добрый господин Воттераен оказался прав. Но для этого нужно только одно, чтобы этот изверг, твой брат, свалился с лошади. Тетя! У твоего брата гадкая душа. У него нет мужества замолвить слово за свою покойную мать. А ведь он присвоил ее наследство в исчерб тебе. Если для моего счастья необходимо, чтобы брат мой умер, я предпочту навсегда остаться здесь. Конечно, грех желать зла своим врагам. Но кто может знать, какими путями ведет нас провидение? Растиньяк проснулся только на следующее утро. С трудом понимая, что произошло, он сошел вниз. Все обитатели дома в Оке уже сидели за столом. Воттераен спокойно накладывал сахар себе в кофе. Что со мной случилось? Который час? Половина двенадцатого. Подъехал чей-то экипаж. Сюда идут... Это Логин, господина Тайфера. Мадемуазель Викторина, ваш батюшка просит вас к себе. У нас большое несчастье. Господин Фредерик Дерассо на дуэли. Он получил удар шпагой в лоб, и врачи отчаялись его спасти. О, боже! Вы едва успеете проститься с ним. Он уже без памяти. Викторина. Бедный молодой человек. Как это можно заводить ссоры, имея тридцать тысяч годового дохода? Послушайте, милостивый государь. Викторина, дитя моё, я еду с тобой. А вы обратили внимание, мой юный друг, как она посмотрела на вас перед уходом. Что это кофе мне сегодня не нравится? Мадемуазель Мишонова, что это с вами? Как это странно. Кто бы мог предвидеть. И повезло же Викторине. Отец будет вынужден признать её. Да, вчера у неё не было ни гроша, а сегодня несколько миллионов. Послушайте, господин Эжен, а вы не прогадали. Я никогда не женюсь на Мадемуазель Викторине, госпожа Вокеффик. У итальянца весь очень хорошее выражение. Коль темпо, что значит со временем. Что ж, неспожа, без сознания. Это удар. Значит, всё-таки есть суд божий. Сильвия, милочка, сходи за врачом. Иду, иду! Какое счастье! Какое счастье! Господин Ростиньяк, помогите перенести нам больному наверх. Конечно. Господин Фуаре, берите его под голову. Сейчас, сейчас. Вот так, понесли. Ох, однако и тяжёл же он. Осторожнее, осторожнее. Мадемуазель Мишано, подержите дверь. Держу, держу, мадам ВК. Господин Ростиньяк, заходите, заходите вперёд. Так. Слава Богу, донесли. Господа, ставим больного в покое. Господин Эжен, не сходите ли вы за Бьяншоном? А то Сильвия может не застать врача. И то верно. Через полчаса Бьяншон будет здесь. Госпожа Вокей, а не найдётся ли у вас эфира? Эфира. Как же есть, сейчас принесу. Так. Всех отправили. Вот мы и одни. Ну, парик, живо-живо. Снимайте с ним рубашку, поверните его спиной. Будьте хоть чем-нибудь полезны. Избавьте меня от удовольствия смотреть на его голое тело. Ох, и тяжело. Так, теперь я сама справлюсь. Смотрите, выступили буквы СК. Ну, и легко же вы заработали три тысячи наградных. Тише. А не в этом ли секретарий деньги? Под каким бы предлогом его открыть. Ну-ка. Пожалуй, это будет нехорошо. Ну, почему же? Деньги краденые, принадлежали всем, а теперь ничьи. Тихо. И тут не успели. Вот вам эфир. Ну-ка, попробуем. Гляньте-ка, манмазель Мишано, он дышит. Так это у него просто обморок. Пульс хороший, мужчина крепкий. Увидите, он живо подымется на ноги, как только господин Эжен приведет Бьяншона. Бьяншон. 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 Там этот разбойник Ватрен упал замертво. А это, Миша, оно тоже там. Ты подтверждаешь кое-какие мои подозрения. Пойду проверю. Возвращайся, скорее. Хорошо. Что же делать? Что же делать? Я сообщник преступника. Но если Ватрен умрет, никто же ничего не узнает. Как же быть? А богатство вот оно рядом. А Викторина? Ведь она любит меня, она будет счастлива. И разве я, отдав ей счастье, тем самым не искуплю свой невольный грех? Нет, 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 тысячу раз нет. Проклятый Ватрен. Это его доводы, я повторяю себе. Нет, нет, нечего хитрить, обманывать совесть. Если я соглашусь, я сообщник преступника. Что же делать? Надо уехать отсюда навсегда. Зайду, уложу вещи и прощай, пансион, Боке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ростеньяк долго еще бродил по улицам Барижа. В душе его шла упорная борьба. Когда он пришел в пансион, первый, кого он увидел, был Ватрен. Ватрен с невозмутимым видом стоял около печки в столовой. Как, господин Ватрен, вы уже поправились? Да, мой милый мальчик, курносы еще долго не справитесь со мной. Как уверяют наши дамы, я победоносно выдержал такой удар, который прикончил бы даже вала. Ах, да. Третьего дня мадемуазель Мишано говорила о некоем господине по прозвищу Обмани Смерть. Что? Такая кличка очень подошла бы вам. Ай, он убьет меня. И этим законы короля вы арестованы. Смотрите, он срывается вот рай на парик. Прочь руки, прочь, прочь. Спокойно, спокойно. Господа жандармы, наденьте мне наручники. Милостивый государь, беру вас свидетелей. Я не оказал сопротивления. Господин Гондюро, ваша карта бита. Пошевелья хоть пальцем эти три шпика, выпустили бы из меня клюквенный сок. Чудаки, туда же берутся подстраивать ловушки. Признаю, я Жак Колен по прозвищу Обмани Смерть, присужденный к двадцати годам заключения в оковах. Опустите его комнату. Господи, от этого можно заболеть. А я-то считала его одним из лучших постояльцев. Немножко философии, мамаша Воке. Разве вы в самом деле лучше нас? То, что заклеймило нам плечо, не так позорно, как то, что заклеймило душу вам. Напрасно шарите, господин Гондюро. Мои торговые книги здесь, вот в этой голове. Наденьте на него наручники. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Но кто меня предал? Ты, старая вобла. Ты мне устроила искусственный удар, шпионка. Сколько вы дали Мишонетке, господин Гондюро? Несколько тысяч? О, я стою больше. Эх ты, гнилая Нино, венера кладбищенская, помпадур в отрепьях. Если бы ты меня предупредила, у тебя было бы гораздо больше. Но ничего. На каторге все вылезут из кожи, вон, только бы устроить побег своему генералу. Своему милому обмани смерть. У кого из вас, господа, найдется больше десяти тысяч собратьев, готовых для вас на все, а? Да, в этой груди есть кое-что хорошее. Я никого не предавал. Никого и никогда. Да, и ты, старая вобла, посмотри на них. На меня они глядят со страхом, а при взгляде на тебя их всех тошнит от омерзенья. Получай по заслугам. Ну, прощай, дорогой Эжен. Если тебе придется трудно, я оставлю тебе преданного друга. Попадешь в беду, обращайся к нему. И он, и деньги в полном твоем распоряжении. Ну, а наш уговор, мой ангел, остается, разумеется, в силе. В случае согласия, ну, чего понятно. Мила моя фаншета с сердечной простотой. Уведите его. Обо мне, господа, не беспокойтесь. Что мне причитается, я сумею получить. Меня слишком боятся и не обчистят. Не разрешите прислать вам из Прованса винных ягод. Что ни говори, я человек, он был хороший. А, мадемуазель Мишано еще здесь? Госпожа Воке, если эта тварь будет по-прежнему обедать с нами, я перекочую в другое место. А вы, кажется, не согласны со мной, господин Пуаре? А почему вы обращаетесь ко мне? Я заплатила за месяц вперед. Это ничего не значит, мадемуазель Мишано. Мы сложимся и вернем вам деньги. Госпожа Воке, выбирайте, или она, или мы все. Господа, господа, вы разоряете меня. Остается только сжечь мой дом. Все разъезжаются. Ну, кто же, кто же будет завтра сидеть за этим столом? Господа, господа! Мы покидаем эту зону. Слышишь, на Вальдеграсс пробила весь четверти десять. Кому же сегодня подавать завтрак? Да, но господин Эжен еще здесь. Но он сегодня переезжает, и папаша Горио едет с ним. Госпожа Кутюр и Викторина прислали за своими вещами. Будут жить у отца. Да. Кто это приехал в такую рань? Отец дома? Да. Еще спит? Проходите, проходите. Войдите. Это ты, Дельфина. Ах, папа, слава богу, что вам пришло в голову потребовать отчет о моем состоянии. Здесь можно говорить? Говори спокойно, Дельфина. Господин Эжен спит крепко. Но откуда такая спешка? Почему ты не подождала, пока мы не переедем на новую квартиру? Ах, папочка, разве в минуту катастрофы совладаешь с первым порывом? Я сама не своя. Сегодня мой супруг посвятил меня в свои дела. Оказывается, все капиталы свои и мои он вложил в только что основные предприятия. Если я заставлю его отдать обратно мое преданное, ему придется объявить себя банкротом. И ты поверила ему? Я не хотела ему верить. Он показал мне свои книги и в конце концов расплакался. Я никогда не видела мужчину в таком состоянии. Он говорил о самоубийстве, просто бредил. Твой муж обманывает тебя. Это же фигляр. Он, видите ли, вложил все свои средства в предприятие. Отлично. Тогда его участие в них выражено в ценностях, расписках, договорах. Пусть покажет их и рассчитается с тобой. Что же он принимает нас за дураков? Я сорок лет работал. Таскал на себе мешки и обливался потом. Всю жизнь терпел лишений ради вас. И только вы, мои ангелы, делали для меня легкой любую ножку, любой труд. А теперь моя жизнь, мое богатство пойдет прахом. Да я умолок ярости. Да успокойтесь, папочка, все еще можно поправить. Слава богу, у вас раздельное владение имуществом. Господь милостив, ты сохранишь свой миллион. Деньги – это жизнь. Деньги – все. Господи, голова горит. Что ты жжет? Моя дельфина на соломе? Без куска хлеба? Где мои перчатки? Папа, папа, папочка. Нет, я хочу сейчас посмотреть. Все, книги, наличность, корреспонденцию, дела. Все. Ой, папа, папочка. Действуйте осторожно. Если вы обнаружите слишком враждебные намерения, я погибла. Это такой человек, что способен убежать со всеми капиталами и оставить нас ни с чем. Если мы доведем его до крайности, он разорит нас. Так значит, он мошенник? Да, папа, это так. Боже. Мне не хотелось признаваться в этом, чтобы вы не огорчались, что выдали меня замуж за такого человека. Его совесть, душа, тело – все как на подбор. Он, мой муж, хладнокровно предложил мне полную свободу. Вы знаете, что это значит? Он без стеснения разрешил мне стать любовницей Жены. А знаете ли вы, что он называет своими деловыми операциями? Он покупает земельные участки, затем поручает подставным лицам строить там дома. Владельцам домов оказывается он сам, а подставные лица объявляют себя банкротами. Есть городская площадь для таких зичьев. Я вынуждена давать согласие на это жульничество, иначе мне угрожает разорение. Но на это есть законы. Если не будет палача, я сам отрублю ему голову на гильочине. Нет, нет, папа, против него законов нет. Он перевел в Амстердам, Неаполь, Лондон, Вену крупные суммы. Разве могли бы наложить на них арест? Господи, за что ж ты меня доказываешь? Не надо. Дочь моя в руках мерзавца, и он потребует от неё всего, чего захочет. Папа. Дочка, прости меня. Не надо, успокойтесь, успокойтесь. Не надо, не надо плакать. Не плачьте, не плачьте. Завтра вы зайдёте и разберётесь в его делах и книгах. Хотя нет. Нет, завтра не приходите. Не буду портить тебе крови. Послезавтра бал у госпожи Дебусян. Жен был так мил, что принёс мне приглашение. Надо поберечь себя. И явиться туда красивой. Сильня! Сильня! Анастазий! Ах, папа, вам ничего не говорили про Анастазий? Нет. Кажется, в семейной жизни сестры произошло тоже что-то неладное. Как так? Тогда мне конец. Я не выдержу двух бед. Сильня! Отец мой дома. Да, сударный, он у себя. Здравствуй, папа. И ты здесь, Дельфина? Бедный папа, я погибла. И на этот раз окончательно. Я умру от всего этого. Подойдите ко мне ближе. Мне что-то холодно. Что с тобой, Анастазий? Говори скорее. Ты убиваешь меня? Помните, папа, недавний вексель Максима? Так это было уже не первый. Я оплатила их немало. В начале января мне показалось, что у Максима какое-то большое горе, которое он скрывает. Так, так. Он стал таким ласковым, таким нежным ко мне, каким я никогда еще его не видела. Бедный Максим. Как он потом сказал, это он мысленно прощался со мной, решив застрелиться. Так. Я так выпытывала его, так молила его. Я два часа стояла перед ним на коленях. И в конце концов он мне признался, что должен сто тысяч франков, папа. Боже. Сто тысяч франков. Я с ума сходила. У вас их не было, я... Нет, я не мог бы достать их. Разве что украл. Да, я пошел бы на это. И пойду. Папа. Папа, я достала деньги, распорядившись тем, что не было моим. Так это правда? Я продала фамильные бриллианты моего мужа графа Дересто. Анастазия. Продала. Вы понимаете, Максим спасен, но погибла я. Муж узнал все. Как? Кто тебе выдал? Я убью его. Вчера муж вызвал меня к себе. Анастазия, где ваши бриллианты? Спросил он. У меня. Нет. Они здесь. У меня. И вы знаете, откуда они. О, бедная, бедная девочка. О, я упала к его ногам. Я плакала, спрашивала, какой смертью мне умереть. Ты так сказала. Но клянусь святым господним именем, тот, кто причинит вам зло. Муж сказал, что не будет убивать Максима на поединке. Я могу и промахнуться, сказал он. Но мне он ставит два условия. Сказать, кто из моих детей от него. И, во-вторых, я должна подписать запродажную на свое имущество. Не подписывай. Стой. Я здесь. Не волнуйся, Анастазия. Я стану ему поперек дороги. Отец. Да, я твой отец. О, я настоящий отец. Мне хочется растерзать ваших мужей. Папа. Дети мои, так вот, какая у вас жизнь. Мне на смерть. Боже, как плохо ты устроил мир. А еще говорят, что у тебя есть сын. Милые мои ангелочки, чего уж тут. Ведь тем, что вы пришли ко мне, я обязан только вашим горе. Да что ты, папа. Да, да, да. Я знаю, вы любите меня. Приходите поплакаться ко мне. Сердце мое. Вот обширно. Все вместит. Вы можете рвать его на части. Каждый кусочек превратится в отцовское сердце. Я бы хотел взять на себя ваши тяготы, страдать вместо вас. А ведь вы были счастливы, когда были маленькими. Только в ту пору нам и было хорошо. Где те времена, когда мы играли в большом амбаре и скатывались вниз груды мешков. Папа, это еще не все. Боже. За бриллианты не отдали ста тысяч франков. Максима все еще привлекают к суду. Нам нужно уплатить двенадцать тысяч франков. Папа. Нет денег у меня, Анастасия. Больше ничего, ничего. Это конец мира. Да, бир скоро рухнет. Иначе быть не может. Идите же, идите спасайтесь. Пока есть время. Что с вами? Что с вами, отец? Да, да. Ведь у меня еще остались серебряные пляжки. Да, да. Серебряные пляжки и шесть столовых приборов. Тех самых, что я купил впервые в жизни. А ваша бессрочная рента? Я продал ее. Продали? Мне были необходимы двенадцать тысяч, чтобы устроить квартиру для Дельфины. Дельфине? А, догадываюсь, для господина Растиньяка, да? Пресчастная Дельфина, остановись, ты уже видишь, до чего я дошла. Дорогая, господин Растиньяк не из тех молодых людей, что разоряют своих любовниц. Конечно, тебе больше посчастливилось. Твой бывший любовник, господин Де Марсе, был богат. Кое-что об этом тебе известно. Пусть сплетничают, будто я должна господину Де Марсе. По-моему, это лучше, чем признаться, что господин Де Трай стоил тебе сто тысяч. Ты всегда была презренной, как золото. Замолчите. У меня нет ни сестры, ни... Замолчи, Анастасия. Дети мои, замолчите. Или я здесь при вас покончу с собой. Ой, если бы я мог достать эти двенадцать тысяч. Разве пойти за кого-нибудь в рекруты? О, голова моя, в ней все кипит. Что вы? Успокойтесь, папа. Будьте же благоразумны. Отец. Сударая, вот вексель на нужные вам деньги. Эжель! Господин Растиньяк... Простите меня, графиня, но я все слышал. Вот обязательство, которое вы можете учесть. Я оплачу его точно в срок. Дельфина, господин Растиньяк был рядом, и ты знала это. У тебя хватило низости отомстить мне, заставив меня невольно доверить ему мои тайны, мою жизнь, жизнь моих детей, мой позор, мою честь. Так знай же, ты для меня ничто. Я ненавижу тебя. Я стану мстить тебе. Я... Да это, Анастасия, да это же мой сын. Он наш, твой брат, наш спаситель. Оставь ее, папа. Сейчас она не в своем уме. Я не в своем уме. А ты какова? Дети ваши, я умру, если вы не перестанете. Голова что-то давит мне лоб. Он без сознания. Отец, ты убила его. Пятьсот карет своими фонарями освещали улицу перед особняком де Босеана. С обеих сторон иллюминованных ворот красовалась по жандарму на коне. Высший свет вливался в дом непрерывным потоком. Все торопились посмотреть на Викантессу в момент ее падения. Стало известно, что король утвердил брачный контракт маркиза Дажуда Пинто и Маднуазель Рошфит. Госпожа де Босеан, стоя в дверях первой гостиной, принимала своих так называемых друзей. Увидев растиньяка, она протянула ему руку и они вместе обошли зал. Последний утонченный знак внимания этой чудесной женщины к молодому человеку. Среди гостей Ежен заметил и обеих сестер баронессу Дельфину де Нусинген и графиню Анастази де Ресто. Графиня выставила на показ все возвращенные бриллианты и была великолепна. Дельфина светила счастьем, радуясь своему успеху и надеясь теперь быть принятой в свете. Она вскоре подозвала Ежена к себе. Дорогой Ежен, вы мрачны? Что с вами? Мне слышится предсмертный хрип вашего отца. Я знаю. Вы считаете, мне не надо было ехать на этот бал? Но я так долго ждала его. Вы должны были явиться к отцу. Бьяншон считает его положение очень серьезным. Ежен, я была бы в отчаянии, если бы хоть немного потеряла в вашем мнении. Но я знаю, отец умер бы от горя, узнав, что я из-за него отказалась от этого балла. Но что такое? Почему не вижу на вас моего подарка? Ежен, неужели вы потеряли? Продали часы, которые я с такой любовью выбирала для вас? Ох, как это было бы нехорошо. Вашему отцу не на что было купить дров, чтобы натопить комнату, в которой от сырости капается стен. Ему нечем заплатить прислуги из-за лекарства. Часы в закладе, Дельфина. Мне это было нелегко, но у меня не оставалось больше ничего. Ежен, к моему стыду я больше любовница, чем дочь. Отчего? Не знаю. Сейчас у меня нет иного страха, иной беды, как потерять любовь, благодаря которой я ощущаю радость жизни. Вы для меня все. Сердце дал мне отец, но вы заставили его забиться. от дельфина. Завтра мы встретимся на нашей квартирке. А сейчас идите. Вас ждет Викантесса де Босаа. Господин Доростиньяк, вы так увлечены, что ничего не замечаете вокруг. Извините, Викантесса. Мой друг, у меня к вам просьба. Можете располагать мной. Идемте на век. Входите, мой друг. Здесь нам не помешают. Я слушаю вас, Викантесса. Вы, может быть, единственной, кому бы я решила сдовериться. Вот записка. Отвезите ее маркизу. Я прошу его вернуть мои письма. Надеюсь, что он отдаст вам все. Танцуют. Все пришли точно в назначенное время. Только смерть опаздывает. Друг мой, я больше не увижу ни света, ни Парижа. Никогда. В пять часов утра я еду хоронить себя в глуши Нормандии. Передо мной целая вечность. Я буду одинока и никогда никто не спросит, откуда мои слезы. А сейчас идемте вниз. Я не хочу давать им повода думать, что я плачу. Кузина. Кузина, вы плачете? О вас я буду думать часто. Вы мне казались благородным и добрым, юным и чистым, а в высшем свете эти свойства очень редки. Друг мой, любите только такую женщину, которую вы могли бы любить всегда. Никогда не бросайте женщину. Прощайте, друг мой. Прощайте, кузина. в холодную ненастную погоду, когда Париж еще был окутан предрассветным сумраком, Эжен пешком вернулся в дом Боке. Его образование завершилось. Старик Горио умирал. Бьеншон сделал все, что мог, но помочь было уже нельзя. Когда утром Растиньяк вошел в комнату старика и взглянул на его искаженное болью, бледное, резко осунувшееся лицо, он ужаснулся происшедшей перемене. Горио поднял на Эжена тусклые глаза. Как вы себя чувствуете, папаша? Что? Кто это? Он уже перестает узнавать. Где мои дочери? Они танцуют на Анастазии в новом платье. Они танцуют ла-ля, 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 ла-ля. Дельфина, моя дельфина, Анастазии, вы здесь? Правда? Я так и знал. Бьяншон, надо послать за ними Сильвию. Я уже послал Кристофа. А, это вы, Эжен, вы пришли, дитя мое. Вы узнали меня. Вам лучше? Да, да. Мне сдавило голову тисками, но теперь стало отпускать. Видели ли вы моих дочек? Платье то с блёсками было ли красиво? Скоро они придут сюда, прибегут сейчас же, как только узнают, что я болен. Кристоф уже пошёл за ними. Добрая моя не видеть их. Там, куда уходят все, я буду тосковать. Когда они были маленькими, они не умничали, а очень меня любили. Боже мой, зачем не остались они маленькими? А, 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 какая боль, вся голова трещит, он опять впал в беспамятство. Кажется, шаги. Должно быть, это Кристоф. Кристоф, ты один? Сударь, сударь, я сперва пошёл к графине, только поговорить с ней никак нельзя было. У неё нынче большие нелады с мужем. Наконец, она вышла в переднюю и говорит, Кристоф, передай отцу, что у меня с мужем спор. Я не могу отлучиться. Дело идёт о жизни или смерти моих детей. Ах, ну а баронесса, неужели и она? О, сударь, тут история другая. Её я и вовсе не видел. Горничная рассказала, что между баронессой и бароном вышла ужасная ссора из-за денег, которые баронесса просила для отца. Баронесса упала в обморок, вызвали врача, и сейчас она лежит больная. датчик, ни одна из дочерей не приедет. Нет. О, ни одна не приедет. Я так и знаю, как... Разве вы не спите, папаша? Ах, друг мой, не женитесь, не заводите детей. Вы им дарите жизнь, они вам смерть. Вы их производите на свет, они возживают со света, не приедут. Мне это уже известно десять лет. Я это говорил себе не один раз, но не смел этому верить. Успокойтесь, успокойтесь. я сейчас сам съезжу за ними, успокойтесь. Если бы я был богат, не отдал им свое богатство, а сохранил у себя, они были бы здесь. За деньги купишь все, даже дочерей. Я дал за каждые восемьсот тысяч приданым. Меня принимали. За человеком, который дает такое приданое, стоит поухаживать. им казалось, что у меня еще есть кое-что. Я хорошо видел, что это все одно притворство. Все доходило до меня и пронсало сердце. дочерей. Какая боль. Кто здесь? Врачей? Врачей? Вскройте мне голову. Мне станет легче. Бьеншон, неужели ничего нельзя сделать? Ничего. Поздно. Дочки? Дочки? Анастасия? Дальпина. Я хочу их видеть. Пошлите за ними жандармов, приведите силы. Скажите правительству, прокурору, чтобы их привели ко мне. Я требую этого. Положите мне что-нибудь на голову. Рук бы дочери. Я чувствую, это спасет меня. Боже мой, если меня не будет, кто же вернет им состояние? Милый папаша, горео, успокойтесь, лежите тихо, не волнуйтесь, не думайте об этом. Я умираю, не повидав их. Анастасия, Дельфина, ваш папа уходит. Дайте мне в руки медальоны с их волосами. С вол... Яншон. Это конец. Он больше не придет в себя, но жизнь в нем еще теплится. Дельфина, Анастасия. Я здесь, отец. Слишком поздно, графиня. Умер. 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 ät... Didn't ! €... Умер. 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 Лишь Растиньяк да факельщики сопровождали гроб до кладбища Перлашес. Сзади ехали две кареты с гербами графа де Ресто и барона де Нусингена. Кареты были пусты. В шесть вечера тело папаши Горио опустили в свежую могилу. Вокруг стояли выездные лакеи обеих дочерей. Но и лакеи ушли, едва только окончилось короткое литие, пропетая старику за скудные студенческие деньги. Оставшись в одиночестве, Эжен прошел несколько шагов к высокой части кладбища. День угасал, сырые сумерки угнетали. Париж, извилисто раскинувшийся вдоль сены, кое-где уже светился огнями. Глаза студента остановились на пространстве между вандомской колонной и куполом дома инвалидов. Там, где жил парижский высший свет, предмет его стремлений. Вот он, Париж, великолепное болото. Тот, кто пачкается в его грязи, сидя в карете, честный человек. А тот, кто марает свои сапоги, шествуя пешком, негодяй. Вон туда, между вандомской колонной и куполом инвалидов, в салонной парижской знати. Надо, как говорит Ватрен, ворваться в общество, подобно пушечному ядру. Ну что ж, посмотрим, кто кого. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ